ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 уже стоял, здесь уже молились, поэтому очень важно, чтобы мы сохраняли эту преемственность поколений от наших предков к нашим детям, и на сегодняшний день очень важно, наверное, в первую очередь, по важности занимает наш с вами собственный личный пример, какой мы покажем нашим детям, какие поступки мы будем совершать, какую жизнь мы проживем, такой пример покажем подрастающему поколению, таким будет следующее поколение, те, кто останутся после нас, поэтому большая ответственность на нас с вами, так давайте же будем ее ощущать, чувствовать и проживать нашу жизнь в любви, в той любви, о которой говорил Христос, которую Он нам и заповедовал, чистую, искреннюю, бескорыстную любовь, которая проявляется в наших делах и поступках по отношению к близким своим, которые рядом с нами встречаются на нашем жизненном пути. Всем вам мира, любви и будьте счастливы, с праздником вас, с днем воскресным и с днем памятным, с днем праздника этого храма. Храни вас, Господи, очень немножко скорбно, что не было с нами владыки, это имело бы службу немножко другой характер, но торжество, которое сегодня было на службе, нисколько не уступило торжеству архиерейской службы и по благодати так же. Всех с праздником, всем англо-хранителем. Дорогие братья и сестры, разрешите от владыки предоставить, поздравить наших прихожан, которые много лет уже трудились здесь и принесли большую пользу нашему храму. Итак, архиерейской грамотой награждается раба Божий Могин Игорь Геннадьевич. Аксио. За усердные труды и славу Святой Православной Церкви. Аксио. Аксио, Аксио, Аксио. Архиерейской грамотой награждается пастухова Елена Васильевна. За усердные труды и во славу Святой Православной Церкви. Аксио. Благословенной грамотой награждается глебцу Юрия Николающа. Благословени на дальнейшие труды, во благо Каменской епархии и во славу русской православной церкви. Благословенной грамотой награждается Колесников Адрей Геннадьевич. Благословение на дальнейшие труды во благо Каменской и Пархии во славу Русской Православной Церкви. Благословенной грамотой награждается Чублевцов Денис Ильич. Благословение на дальнейшие труды во благо Каменской и Пархии во славу Русской Православной Церкви. Благословенной грамотой награждается Панова Ольга Владимировна, благословение на дальнейшие труды на благо Каменской епархии во славу Русской Православной Церкви. Аксио! Благословение грамотой наглаждается Спица на Елене Викторовне, благословение на дальнейшие труды, Старица на Елене Викторовне, благословение на дальнейшие труды, на благо Каменской партии и славы Русской Православной Церкви. Аксио! Благодарственным письмом наглаждается Еврагимов Андрей Поревич, Благословение за усердные труды во славу Русской Православной Церкви. Так, он у нас на колокольнице, где он? Аксиос! 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 Благодарственное письмо награждается Карипана Федоровича Благословения за усердные труды во славу Русской Православной Церкви. Аксиос! 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 Благодарственное письмо награждается Нохрина Цветлана Леонидовна в лакост pineapple за усердные труды во славу Русской Православной Церкви. Аксиос! 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 Благодарственным письмом награждается Спицына Татьяна Николаевна Благодарствовавление за усердные труды во славу Гурской Православной Церкви Акция! Благодарственным письмом награждается Мясникова Ирина Валерьевна Благодарствовавление за усердные труды во славу Гурской Православной Церкви Акция! Дорогие братья и сестры, праздник продолжается и теперь поступает его неофициальная часть Прошу вас вместе с нами разделить трапезу, поучаствовать в концерте, выступлении, которое состоится здесь рядышком Слава Богу, слава Богу, через пять минут в дорогу Спросите, куда в дорогу? Мы ответим в церковь к Богу Мы идем туда с надеждой, кто в болезни или бедой Если радость или праздник постучались в дом родной Там спокойно и надежно, запах ладана, свечей Как зовется это место, отвечай же, мировей Иду я по мельсенскому, качаю головой Увижу нашу церковь, бегу я к ней стрелой А на сердце радостно и в душе светло Потому что в церкви нашей всегда мне хорошо Слава Богу, слава Богу, слава Богу Нищетою богатая Очень священным начальничьи не полое Молит ли с тобой Спасти все душам наши Завел наш храм любя Никольский Мы не смущаемся нисколько По значимости он большой Его мы любим всей душой Он в лихолетие был заброшен Гулял в юго, нехороша Народ его восстановил И потихоньку обновил Вот она вера, сила, дружба Вот она вера, сила, дружба Но главное, конечно, служба Красивый пункт Красивый пункт Храм венчает Ну, типа, в храм венчает Но кто на эпоху вещает В колясках малыши, согласись, как хороши Нас родители внесли в наш храм Вот так Ну, а потом мы сделали свой шаг Ой, как ответственно взрослеть Одновременно с храмом Давай спасибо скажем нашим мамам За что? За то, что в Божий храм нас привели И мы весь мир понять по-новому смогли Теперь мы знаем, что у нас одна дорога Идти к спасению и славить Бога Ребята, ведь сегодня юбилей Начнем историю скорее Год 1904-й Учрежден строительный комитет по устройству нового церковного здания в селе Мизенска Настоятель прихода отец Александр Пономарев Год 1905-й Июнь Святой праведный Иоанн Каместатский прибыл в Екатеринбург Батиска Александра явился к отцу Иоанну в его квартиру Побеседовал с ним и спросил его благословения на успех начатого имя святого дела Давая свое благословение, отец Иоанн, врученный по срокам 50 апреля Год 1905-й, 29-й июнь Началось строительство Храм на тысячи человек заложен во имя победы русского народа в войне с Японией Строительство ведется наследством прихожан Жителей Мизенского, Гагарки, Боярки, Курманки Работы производились общества Год 1906-й Приступили к кладке стен, которые были доведены до окна Год 1907-й Строительный комитет Комитет Всецела был озабочен заготовкой строительного материала Год 1908-й Кладка стен возобновлена и переднена взводами Год 1909-й Кирпичная кладка окончена Начало кровиных работ Год 1910-й Март Крыша купола и колокольня покрыты железом А после Пасхи крыши были окрашены монохитом Год 1910-й Восьмое сентября С колокольни старого храма сняли колокола Дринадцатое сентября Колокола подняли на колокольню нового храма Двадцать пятое сентября Упола нового храма и колокольня украсились ажурными позолоченными крестами Год 1911-й Уже штукатурят внутри А также проводят столярные и малярные работы В подвальном этаже храма установлены три печи Год 1911-й Лето Страшная засуха Решено для нового храма использовать иконостас в старом храме Он был разобран и поставлен в главном пределе Резьбу и позолоту возобновили монахи Екатеринбургского Новотехнинского монастыря Сентябрь работы окончены И новый храм, как невеста, готовится к встрече жениха Христа, который войдет в него со славой в день освящения Легуй же и радуйся весь Мизенско Веселитесь и радуйтесь все Вспоминаем дело святое, богоугодное Будем помнить день святого освящения нашего храма Радуйтесь Надо быть над такою, как Микки Божий День и ночь плывут облака Утопая в зеленом ложе Ты еще простоишь века Молодцы, спасибо вам Дорогие друзья, сегодня у нас в храме Вот сейчас было сказано о том, что храм наш был построен в 1911 году при отце Александре Пономареве Расту Николаевичу, это правнук отца Александра В этом году он пришел к нам в храм Вот этот наш, вот из тех пор, мы с ним, второй раз мы встречаемся Расту Николаевичу 27 сентября, испугу 90 лет Живой свидетель Прошу вас, любите жаловать Я думаю, что нужно просто сказать Расту Николаевичу 28 сентября, испугу 90 лет Крым 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 Здравствуйте, друзья! Поехали! 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 Я знаю, Бог живет не в церкви, Он тихо селится в душе и пережет на вираже, За миг единственный до смерти, Когда не верится уже. Я знаю, Бог живет в друзьях, С которыми роднятся души, Для них Он звезды утром тушит, Чтоб был рассвет, как ночь и ужин, Вновь в камина при свечах. Я знаю, Бог живет в любви, К одной, единственной на свете, К родителям и просто к детям, Твои они или не твои. Я знаю, Бог живет в любви. Я знаю, Бог живет в стихах, В халте и в красках, в каждой ноте, Пусть даже вы не ту возьмете, Смычком коснувшись в попыхах, Отогревая мир в руках. Я знаю, Бог живет не в церкви, Он тихо селится в душе, И вы Ему хоть раз поверьте, А Он поверил вас уже. Спасибо, правильно, все верно, Господь всегда живет с тобой, И в сердце, и в душе, и в генах, И в грусти, и в мечте людской. Но в церкви дух святой снисходит, Молитвы общей на тебя, Так Бог завет давал нам вместе, Молиться всем и сообща. Ты в церкви молишься о людях, Родных или обидевших тебя, Твою семью, твое родное, Твое любимое дитя. Господь все видит, ценит, помнит, Твои попытки даже не сильны, Но ты приходишь в храм, Настрои порывы трепетной души, На мирный лад, на все прощения, Убрать из сердца дух судьи, И получи благословение Твоей испорченной души. И просишь, будь ты милосерден ко мне И всем несчастным на земле. Вы скажете, ты можешь дома Общаться с ним наедине? Да, да, но только в доме Бога Причастие дано тебе, А вместе с ним войдет Храм тела Божия. И дух святой, и доброта души, Весь скорбный род, отмоленный тобою, И тихий взор твой озарится светом, И радостью любви и теплоты. И станешь ты счастливее младенца, Прижавшись к маминой груди. А дом тот церковью зовется, И встаньте все вдруг на свои места, Но ты не подведи младенца, Пришедшего в мир для тебя. Любимый храм, поздравляем с днем рождения! Ура! В Библии есть одна волшебная страха. Бог создал чудо из ребра Адама. И Ева, как библейская реклама, Глядит с картин в грядущие века. И замер рай от красоты такой, Мир потрясен видением прекрасным. И нет покоя ни годам, ни расам, От женщины, рожденной сказкой той. И раступилась перед нею тьма, Какой обряд бы Ева не рядилась, Она всегда и таинство, и милость, И добрый свет для сердца и ума. С днем рождения, наш любимый храм! От души от семьи хочу всех поздравить с праздником. Действительно, в этом храме, как сказала Ольга Владимировна, Много было есть, что нам вспомнить за то время, что мы находимся в этом храме. Благодарим нашу семью, в которой мы сейчас находимся. И отмечаем праздник. 110 лет, а что ты оттеряешься? В общем, поздравляю всех с праздником. Желаю Божьего благословения, чтобы Николай Чудотворец нас объединял, терпел. И давал нам милость свою, чтобы мы еще долго и долго здесь находились. В кругу семьи, в круге Господа Бога, Николая Чудотворца. Поздравляем, дорогие наши друзья! С праздником всех! Спасибо вам, мои дорогие, что мы так все дружно живем, что у нас такие бывают праздники. Такая радость в душе, такое благочестие. В общем, душа поет, когда сюда попадаешь. И вот я нашла вчера с Юрой небольшое стихотворение. Вот оно вроде бы, знаете, вот четыре строчки всего лишь, но они так оно о многом говорят. И написал его Амар Хаям. Что значит храм из гранита? Зачем тебе молиться в них? Твой в сердце храм, его постигнуть. Старайся хоть на миг. Все, спасибо большое. Хочу сердечно поздравить наш храм и дорогих прихожан со знаменателем события. 110-летие освящения храма. Желаю храму и прихожанам всего самого наилучшего, здоровья, счастья с Богом, благополучия, помощи Божией, мира, радости, процветания, укрепления, развития нашего храма, чтобы он наполнялся радостью. Люди, приходящие в Никольский храм, должны понимать и знать, что он посвящен русско-японской войне. Чтобы помнили о тех, кто упал на полях сражений, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны, тех, кто защищал наше Отечество, наш народ и страну. Всего самого хорошего, всем с праздником! 110-летие со дня освящения Никольского храма. Ура! Храму 110 лет, но за эти 110 лет этот храм претерпел много этапов в своей жизни. То есть он не всегда был храмом, потом был не храмом, и, слава Богу, снова стал храмом. Так вот, сколько лет назад кто познакомился, в принципе, с храмом, который, может быть, тогда был еще не храмом? Так вот, 61 год назад моя мама, фамина Людмила Григорьевна Коробкова, попалась сюда в качестве ученицы четвертого класса. Начальная школа была вот здесь, где магазин. Там была начальная школа, вот третий класс. В четвертый класс мы переходили сюда. Школа была, конечно, знаете... Там, где алтарь, там была учительская директора. Справа, в пределе, где пантеримон-целитель, на втором этаже лестница вела, там был кабинет физики. Физичку звали Андатра, потому что она была похожа на нее, она в очках, ну, такая вот... Ну, прозвали, кличку давали, все было. Внизу был кабинет математики. Там Мария Кузьминична, математичка, строгая была до ужаса. Был у моего мужа двоюродный брат, дурницин Володя. Вот она его к детске вызовет, он не знает, она. Ну, фамилия-то тебе соответствует. Вот кончишь курс своей науки. Поступил я пастухи, сел под кустик и заплакал. Барь-барь-барь, куда пошли? То вроде будешь пастухом. Вот, слева, в пределе, где Сергия Радожского, там у нас на втором этаже была библиотека, а вот на первом, не помню, кабинет. В общем, каждое утро нас приветствовала директрица выходила, и у нас проходила общая гимнастика. Кискультура. И утренняя гимнастика. Техноско строится. Так, в школу отопляли, вы знаете, что там? И была у нас техничка, Клавдия Васильевна, Ксенченко. Она приходила заранее, топила печи, чтобы было тепло. А мы тоже с подружкой, мы жили вот далеко отсюда, два с половиной километра, вот, где вот магазин новый, вот за ним еще там у меня на улице Нагорный был мой дом и с подружкой. Мы приходили, зимы были очень суровые. Всех объявляют нельзя в школу, мама нас закутает в шале, мы пошли. Пришли, никого нет, техничка топит печень, мы согреемся, она нас обогреет, все. Посидим, не обратно, расцветет и домой пришли. Вот так вот мы ходили. В общем, воспоминания, конечно, ну, в школьные годы всегда интересные. Вот, хорошие были у нас традиции. Ну, в общем, все было хорошо. Ну, я шестой класс закончила, и принуждена была перейти в Боженовскую школу, на танцы Боженова, и там уже закончила восемь классов. Ну, в общем, все тут, ну, чего, влюблялись, шутили, играли. Первое сентября был всегда солнечный день, приносили цветы, бархатцы. Других у нас не было. Вот этот запах бархатцев с первого сентября. Мы скакали вот тут, вот на скакалках, переменки. И были вот такие, не знаю, как у кого, чурбанки, доска. И вот мы идем одна на одну сторону, другая на другую, подпрыгнули вот так. В общем, вот так вот мы развлекались, отдыхались. В общем, потом мы пришли в храм, вот еще в Малинный дом был, туда я пришла. Вот там уже был отец Игорь. Я там кое-что поясняла, советовалась. Приобрела там две книжечки, очень полезные, святые молитвы. И еще... Подожди, что ты скажешь? Больше таких книжечек я хотела, еще купить нету, не было ничего. Ну, все, ну, потом вот пришли в этот холодный храм, придели в этом. В общем, начали, в баленках, в шубах стояли, все пережили. Катюшку крестили в январе, родилась в декабре, в январе крестили. Отец себе крестил, никого не допустил, только бабушку, и крестую, и маму. Все, не заболело ничего, все было таким. Вот, ну, потом, знаете... Мама другую выносила, другая родилась. Вот так вот, ну, все пришли, Рома с Леной. Я очень довольна, что у меня попался взять верующий. Это много, спасибо. Все, как, все. Желаю храму нашему цвести, процветать, и приходила, чтобы было так же много, как сегодня. Я с этим храмом познакомилась уже никак, с храмом, к сожалению, это было разрушенное здание. Бабушка у меня жила, вот, проулок есть направо, недалеко, после лога дома, главное 95. Тогда в нашем селе было очень много домашних животных, были и козы, и коровы практически в каждом дворе. Поэтому меня иногда отправляли встречать корову, которые откуда-то со стороны кладбища приходили с полей. Бабушка мне говорила, главное, смотри, чтобы она в храм не зашла. То есть была полная разруха, входа уже, зверей никаких не было. Когда туда я так заглядывала иногда, вороны перелетали вот под куполом. Такой звук эхо, впечатление, конечно, было как бы и интересное, и в то же время немножко некомфортное, потому что действительно это голое здание, когда-то, может быть, когда-то живое, видимо, и благое. Ну, тогда все равно сюда ходили домашние животные, тоже благие. Особо, да, тут, ну, не безобразие, по крайней мере, я не видела. Но все было разрушено, стены были ободраны. То есть это было лет, наверное, ну, так вот, если вспомнить, ну, может быть, 37-38 лет назад. Вот я первый раз, может быть, тогда зашла именно сюда, вот в это разрушенное здание. Я зашел в это здание, ну, тогда еще было здание, в 88-м году. Тоже дверей не было, мы с колхоза возвращались и с товарищем зашли. Он куда-то, это, пытался залезть под пол, вот, там что-то найти. И, не знаю, я ходил, просто забывался, как бы, ну, было интересно. Вот, и очень рад, что мы общими усилиями смогли восстановить его. Вот, и он получил свое предназначение, которое изначально закладывалось. Ну, вот, можно сказать, сколько лет уже наш храм как храм. Можно посмотреть вот на примере нашей старшей Екатерины, которая сюда попала в младенчестве. И сейчас уже сколько лет? 17. 17 лет она уже именно как в храме, соответственно, и мы тут столько же времени. И вот сколько мы ездим иногда по нашей стране, попадаем где-то на службы, в храмы, видим чужие приходы. И, знаете, такое чувство радости, что у нас есть то же самое, у нас даже есть лучше. Не то, что иногда завидуешь, ну, и думаешь, ой, как хорошо у них это есть, у нас нет. А тут такое прямо счастье, думаешь, у нас где-то все есть, даже больше, даже лучше. Дай Бог нам всем здоровья, сил, быть вместе и быть вместе. Спасибо. Вот, значит, что касается семьи, которая здесь стояла. У нас есть икона, реставрированная уже святителя Николая. Низкий вам поклон, что сохранили и передали в храм. Ее выносят на праздник, она, к сожалению, только у нас в алтаре, потому что это святыня, которую мы действительно храним. И еще, в связи с тем, что сейчас Людмила Григорьевна рассказывала, пришли в холодный храм, когда перечисляла, кого надо вспомнить, давайте вспомним Андрея Николаевича Кислицына, главу нашего города. Что бы сейчас мы ни говорили про это строение, но мы тогда мерзли так, что просто уже сил никаких не было. Я помню ту зиму, когда был святитель Николая 19 декабря, я стояла на клиросе, я говорю, святитель, я больше не могу. Я стояла в двух зимних одеждах, это было что-то. 25-го, святитель Спиридон и теплые батареи. Ирина Васильевна, не знаю, вы были святителями или Руфина Михайловна. Я как дурочка подбегала к каждой батарее, я ее трогала, я ревела, не знаю, какими слезами. Это было такое счастье, вы даже себе представить не можете. ПОДПИШИСЬ! 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 Субтитры создавал DimaTorzok